В Казмодемьянске наведут порядок с недостроями. Соответствующее поручение дал руководитель республики Александр Евстифеев. Речь идет о завершении строительства двух объектов. 60-квартирного жилого дома и городского спортивного стадиона с футбольным полем и беговой дорожкой. Подробности в нашем материале. Незавершенный пятиэтажный жилой дом в Казмодемьянске – единственный на сегодня проблемный объект в республике. Но закрыть статистику – не главная задача руководства республики. Главное – восстановить права трех пострадавших в этой ситуации собственников. Об этом шла речь на совещании в правительстве, которое провел глава региона с ответственными по данному вопросу лицами. Нужно наводить порядок и принимать административные меры. В республике решен вопрос с дольщиками и в данном случае тему мы без внимания не оставим, справедливо отметил руководитель республики Александр Евстифеев. Конфликтная ситуация состоит в том, что за 3 миллиона 600 тысяч покупателей найти не удалось, а по итогам оценки стоимость увеличили в три раза. Но где же логика? Естественно, что это просто оттягивает решение проблемы по существу. У нас в республике это единственный проблемный объект. Это не обманутые дольщики, но это физические лица, которые, ну скажем так, в предпринимательском порыве вложили часть своих средств в это строительство. Глава МРИЛ поручил ускорить процесс с решением вопроса. Для этого в первую очередь необходимо назначить адекватную экспертную оценку объекта и дальше двигаться вперед. Мы в ближайший день-два обращаемся в суд с просьбой назначить экспертизу, ну квалифицированную, чтобы не просто эксперт занимался малоаргументированным увеличением стоимости в разы, а чтобы эта оценка соответствовала рынку, что называется. И мы заинтересованы, мы, это прежде всего мэрия города Казмодемьянска, заинтересованы в том, чтобы этот объект незавершенного строительства был продан за сумму, которая позволит закрыть все долги, образовавшиеся начиная с 2014 года. Завершение строительства требует еще один объект в Казмодемьянске. Это стадион юбилейный с футбольным полем и беговой дорожкой. Работы там были приостановлены из-за недобросовестности подрядчика, который нарушил сроки, прописанные в контракте. Реализация второй очереди проекта реконструкции стадиона должна была закончиться еще в августе прошлого года. В итоге, чтобы работы по капитальному строительству спортивного объекта были завершены, администрация Казмодемьянска заключила прямой договор с подрядными организациями. Срок исполнения до 30 июля текущего года. 30 июля мы понимаем, что эта дата больше двигаться не может. Надо сроки выдерживать безусловно. Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании в правительстве, касался уже столицы. Речь о строительстве школы на 1100 мест в микрорайоне Восточный. Александр Евстифеев отметил, что Министерство просвещения России одобрило заявку республики на получение субсидии по строительству данного объекта. Министр образования и науки региона Наталья Адамова подтвердила, что проектная документация по новой школе готова. Экспертиза пройдена.